Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава второго послания Коринфянам, проект «Экзегет». И я, Андрей Десницкий, читаю свой перевод с небольшими комментариями. Мы читали первые четыре главы, и там Павел без конца с Коринфянами выяснял отношения. А в четвертой главе он, наконец, перешел к себе и своим спутникам, говорит, мы, мы проповедуем, мы в нужде, но не в отчаянии, не стеснены, но не сломлены. И к чему, собственно, это все? Такая похвальба, такая попытка себя выставить, о, какой я красивый. Ну, конечно, нет. Но что это? Так вот, если он рассказывает Коринфянам о том, что у них какие-то разногласия, что Павел не хочет их огорчать, поэтому не приходит к ним, а мы это читали, он в какой-то момент уже переходит от этих личных отношений с ними к внутренней сути своей миссии, своей жизни христианской, своей проповеди, того вообще, что он делает, и рассказывает, как это все выглядит. И вот в пятой главе он продолжает эту тему. Причем, говоря об этих вещах, он противопоставляет все время две вещи, как в конце четвертой он сказал, созерцаем мы не что заметно, а что незримо. Заметно и временно, незримо и вечно. То есть он обращается не к вещам, которые всем понятны, просты, которые можно пощупать, потрогать, но к вещам незримым, незаметным, которые на самом деле переходят в вечность, и поэтому гораздо более значимы. И вот в пятой главе он продолжает об этом говорить из каких-то очень личных таких позиций. То есть вместо того, чтобы им рассказывать, как надо жить христианину, читать им такую стандартную проповедь, он рассказывает, как он живет, причем рассказывает поэтично и богословски одновременно. То есть этот его рассказ наполнен личными какими-то образами, каким-то, может быть, очень субъективным восприятием, но одновременно он обращается к вещам глобальным, к вещам таким духовным. Вот это противопоставление буквальности ветхозаветного служения и свободы дерзновения, которое рождается в новозаветном служении. Ведь мы знаем, хоть шатер, в котором обитаем на земле, ну, наше тело, шатер, в котором обитаем на земле и разрушится, но есть у нас жилище от Бога, нерукотворный вечный дом на небесах. Шатер, кстати, временное жилище, его собрали, перенесли, в другом месте поставили. А дома это постоянное. А пока мы здесь стонем, желая попасть в небесную нашу обитель, и там, даже лишившись одежды, мы не окажемся ногами. Такой интересный образ. Сначала он говорит о жилище, а потом об одежде, потому что тело можно назвать жилищем, мы как бы внутри тела живем, а можно назвать одеждой, это что-то такое, что вот можно снять с себя, но я останусь даже голым тем, кто я есть. А он говорит, а там мы не окажемся ногами, даже лишившись одежды. Двойной образ, соответственно, в этом вечном мире у нас будет какая-то другая одежда. Мы не знаем, какая. Мы только знаем, что без нее не останемся. А пока мы в том шатре стонем под гнетом тех проблем или преследований, которые здесь есть, но не о том мечтаем, чтобы лишиться прежнего жилища, а чтобы вселиться в новое, чтобы жизнь поглотила смертное. Вот хотим ли мы умереть? Нет, не хотим. Не хотим лишиться этого жилища, но хотим приобрести новое, в котором жизнь поглощает смертное. Ведь это мечта любого человека. Мы видим без конца смерть, к сожалению, как нечто ужасное, как нечто такое, что заставляет нас скорбеть, если это смерть близких людей, отчаиваться и так далее, что остается, к сожалению, конечным пунктом земной жизни для любого человека. И никто, конечно, в здравом уме не хочет туда. Но Павел говорит, мы хотим не в эту конечную точку, мы хотим в вечную точку, где это конечное будет отменено. Жизнь поглощает смертное, не остается этой смерти. Именно для этого и создал нас Бог, давший нам Духа как залог. Ну, залог – это понятно, это некая часть. Я, допустим, покупаю квартиру, но я не сразу всю сумму плачу, я плачу небольшую сумму. Залог как знак того, что я готов отдать все остальное. Вот здесь Бог дает Святого Духа как залог того, что Он даст будущим. Ну, и самое главное, что Бог создал нас для этого, что это не просто Он пожалел нас, говорит, ладно, ладно, пусть живу дальше, там в вечном мире позволю. Но что это конечная цель, да, что цель, которая конечная, одновременно изначальная, которая с момента сотворения человека есть. Наша решительность от понимания, что в этом теле мы только гостим, а дома мы у Господа. Вот очень хорошее выражение, да? Решительность, то есть готовность действовать так, как Он считает нужным. Чего бояться-то? Мы здесь в гостях, домой придем, вот там все будет свое. А дома мы у Господа, ведь путь нам указывает вера, а не то, что мы видим глазами. Вновь и вновь Павел противопоставляет веру, как в послании к евреям это будет. Вера есть уверенность в невидимом, да? И вот здесь это тоже сказано немножко другими словами, что вера, она открывает невидимое. Наша решительность от того, что мы хотели бы лучше вернуться из этого тела домой к Господу, и потому стремимся, дома ли мы или в гостях, быть Ему угодными. Да, вот у нас есть дом, и этот дом нельзя потерять. Чтобы его не потерять, мы стремимся быть угодными хозяину этого дома. Все мы должны явиться на суд Христов, чтобы каждый получил по заслугам за совершенные им в телесной жизни, будь то доброе или злое. Ну, это вот некий вывод про быть Ему угодными. Понимая, что значит бояться Господа, мы убеждаем людей, а Богу мы открыты, и надеюсь, что открыты и вашей совести. То есть про Бога-то все понятно, и не надо ему риторики какой-то нашей, не надо ему доводов приводить, не надо ему каких-то уговоров. С людьми приходится так поступать. Люди не всегда понимаются сразу. И здесь Павел говорит, надеюсь, что открыты и ваши совести. То есть Коринфяне, к которому он без конца обращается, вот вся первая половина этого послания, это попытка им сказать что-то такое важное, чтобы они услышали, чтобы они поняли, что Павел не придирается, что Павел не пытается навязать им свое, а что Павел действительно заботится о них. Он говорит Коринфяне, у вас же есть совесть, у вас есть внутренняя некоторая убежденность, вот эту убежденность я не буду пытаться подвинуть, я не буду пытаться ее переубедить. Вы открыты нашей совести так, как мы открыты вашей совести, так как мы открыты Богу. Есть возможность действительно в отношениях между верующими относиться так, чтобы не нужно было вот это внешнее украшательство, как и в отношениях с Богом. Не то, чтобы мы снова вам представлялись, да, они уже познакомились, не нужно знакомиться заново, но мы даем вам повод нами похвалиться перед теми, кому важна похвала на показ, а не от сердца. До этого он говорил, что сами Коринфяне есть рекомендательное письмо для Павла, да, если нужно показать вообще, кто он такой, чего он достиг, он может сказать, вот Коринфская община, на нее посмотрите, вот это все и есть плод моих усилий. А здесь, соответственно, если вы хотите похвалиться нами, чем-то похвалиться, если вы хотите сказать, вот кто-то, покажите на нас и скажите, вот те, кто нас, собственно говоря, привели в христианство, вот эти люди христиане. Вот как-то здорово, когда христиане могут хвалиться друг другу и говорить, ну, это же вот, что я буду про себя рассказывать, вот посмотрите те, кого я привел ко Христу, а другие скажут, ну, что мне рассказывать про себя, вот посмотрите, кто меня привел, я его подражатель, да. Редко так бывает, на самом деле, когда действительно можно это сделать. Ну, читаем Павла. И тут он как бы тоже задумался об этом и говорит, мы не в себе, это для Бога, мы в здравом уме, это для вас. Такое ощущение, что он с кем-то спорит, мы не в себе, то есть кто-то ему говорит, Павел, да ты не в себе, что ты несешь, сколько же можно? Говорит, конечно, я не в себе, это для Бога. То есть я отказываюсь от этой земной логики, я отказываюсь от следования каким-то вот таким правилам, традициям, какому-то такому вот обычному здравомыслю, потому что для Бога все иначе. А вот что касается вас, дорогие коринфи, не я в здравом уме, я стараюсь соображать, я стараюсь найти какое-то самое правильное решение. И дальше он снова, он немножко сбивчиво, так очень эмоционально пишет, от одного перепрыгивает к другому, и вновь он говорит про жизнь и смерть, ну потому что людям свойственно об этом говорить. Нам движет любовь Христова, и мы рассуждаем так, если один умер за всех, умерли все, и он умер за всех, чтобы живущие жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Ну вот представление окрестной жертвы Христа, которая принесена за всех людей, а он за всех умер, и какой из этого практический вывод? Ну тот, что и христиане умирают, умерли уже и будут воскрешены, что умерли для этой жизни, воскреснут для следующей, что в общем жизнь христианина – это более или менее присоединение к тому, что со Христом уже случилось. Отныне никого мы уже не воспринимаем с точки зрения плоти. Если раньше так мы и воспринимали Христа, теперь наше восприятие изменилось. И кто во Христе, тот заново сотворен. Прежнее миновало, возникло новое. То есть христианство не просто какая-то новая религия и новые правила, новые отношения, но это создание нового мира, в котором все творится заново. Прежнее миновало, возникло новое. И все от Бога. Он примирил нас с собой посредством Иисуса Христа и даровал нам служение и примирение. Служение и примирение, то есть служить другим людям, примиряя их с ним. То есть именно Бог во Иисусе Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений, а нам он доверил рассказывать об этом примирении. Тут он своими словами пересказал чуть более подробно, только что сказал только что. И примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений. Вот, собственно, основное содержание богословия Павла, что люди виновны в грехах, преступлениях, но Бог прощает их и примиряет их с собой, делая их своими. А роль апостолов, соответственно, в том, чтобы нести весть об этом миру. «Мы посланники Христа, и через нас Бог обращается с призывом к людям, мы просим от имени Христа примиритесь с Богом». Еще раз, очень важная мысль, очень важная мысль Павел излагает несколько раз, но разными словами. «Того, кому грех был неведом, он поставил на место греха, чтобы нам в нем обрести Божью праведность». А это в очень кратком виде, гораздо подробнее в римлянах это будет сказано или было сказано, в зависимости того, что раньше, мне кажется, коринфянам раньше, хотя точно этого не знает никто. Вот основная мысль, что Христос праведник, который умирает за грешников, и, соответственно, тем самым, как в математике, при делении на ноль получается бесконечность, поэтому нельзя делить на ноль. Вот так нулевую греховность Христа взяли и на нее поделили грехи мира, и получилась бесконечность, некая такая бесконечность прощения. Я такую математическую метафору беру, извините, а не математик, может быть, не все правильно здесь с точки зрения математики изложил. Но смысл в том, что Христос становится тем, кто уничтожает вот эту греховность человечества полностью, целиком, раз и для всех, и человек, соединяясь со Христом, приобретает это свойство безгрешности, получает возможности примирения с Богом, и в этом, собственно говоря, основная мысль Павла. Здесь в пятой главе он ее в очень кратком виде излагает. Ну, а в шестой он еще немножко поговорит про себя, про свое служение и про то, как вообще Каринфинам жить в Каринфе. А город Каринф непростой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова